СПОРТЛАЙФ Отмечены в числе призеров и прокопьевские бойцы. Чемпионом России в весовой категории 67 килограммов стал Кирилл Хомутов. Наш земляк Салават Исаев удостоен серебряной награды, а прокопчанка Дарья Ведягина признана бронзовой призеркой чемпионата. Предлагаем услышать из первых уст о том, как проходили поединки. У нас было 12 человек в весе. Все ребята были сильные, достойные. Но у меня по сетке попался первый бой сразу боится Дагестана. Мы с ним боксировали уже четвертый раз. И нужно было держать планку, потому что до этого три раза я его выигрывал. Ну и выиграли его. Следующий бой вышел на бойца из Новосибирска. С ним тоже мы встречались, но я его прошу. И финальный бой достаточно был сложный с бойцом Дагестана тоже. Первый раунд выигрываю. Сажусь и мне говорят, что первый раунд отдали туда. И ты понимаешь, что нужно еще сильнее накрутить, чтобы вот эти два раунда забрать. И в итоге победа ушла тебе. Ну, как бы, слава богу, все получилось. И победа досталась нам. Ну, этот чемпионат для меня закончился неплохо. Я получил много опыта. Провел три боя. Девять человек в весе было. Первый бой провел с Нижегородцем. Ну, с ним, ну, спокойно. Три раунда забрал. Все мне отдали. В полуфинале встретился соперник с Дагестана. Он чемпион мира, заслуженный мастер спорта России. В первый раунд я ему проиграл, пропускал много ударов. Второй раунд собрался. Сам начал давить. Второй раунд забрал. На третий раунд он уже отказался. В финале я также встретился с соперником с Дагестана. Я с ним уже встречался в Улан-Удэ на первенстве России в 2018 году. Я ему там вступил. В этом году первый раунд я проиграл. Второй раунд забрал. Все, третий вроде так же. Все хорошо, как во втором. Но в сути отдали туда серебряный призер. На этом чемпионате России получалось так, что я сразу вышла на сильную соперницу по сетке. Она является заслуженным мастером спорта России и неоднократной уже победительницей этого веса. Чемпионкой мира и Европы. Ну, бой был достаточно тяжелый для меня. Самый тяжелый, наверное, среди всех боев. Скорее всего, не хватило физической массы. Она была намного мощнее меня. Это дальнейший опыт. Будем работать, ставить новые цели. Выполнили установку нашего директора Тапуса Игна Сергеевича. Потому что у нас только первая общекомандная должна. Потому что мы не должны снижать планку. Но мы заняли первое общекомандное место. По поводу выступления сборной, конечно, всегда охота лучшего. Но, слава богу, мы выиграли. Мы стали первыми. Уже в какой раз доказали, что наша сборная самая сильная в России. Хочу сказать спасибо нашему генеральному спонсору Аустро Сервис в лице Дмитрия Николаевича Николаева. Спасибо за то, что вы поддерживаете нас. Мы также будем радовать вас нашими победами. Не будем сбавлять планку. И будем всегда первыми. Спасибо. Прокопьевский «Шахтер» завершил очередной сезон Сибирской студенческой хоккейной лиги. В заключительных играх на льду «Снежинки» наша команда встретилась с томским «Буревестником». Перед заключительными матчами дела в турнирной таблице обстояли следующим образом. «Шахтер» располагался на втором месте, имея в активе 35 очков, что всего лишь на одно больше, чем у ближайшего преследователя «Динамо Алтай». Справедливости ради нужно сказать, что барнаульская команда имеет в запасе еще две игры. Первую же строку занимает Междуреченский «Горняк», который за весь сезон набрал 46 очков. И на данный момент уже является безусловным победителем регулярки. На самом деле сезон выдался не таким уж и плохим, потому что команда в этом году молодая, все равно много неопытных парней пришло. И в принципе получился весьма неплохой результат. Томский «Буревестник» в этом сезоне стал по-настоящему удивительной командой. Клуб отыграл все игры, став единственной командой, кто смог нанести поражение лидерам турнира из Междуреченска. Кроме того, выигрывали-то мячи по разу у «Динамо Алтай» и у «Прокофьевска». Команда быстрая, в принципе, играют в основном, ну, стараются давить, идут вперед, постоянно борются, сталкиваются. В Томске матчи были такие более грубые, много травм получили с нашей стороны, с их. Первый матч мы выиграли, второй проигрывали, потом сравняли, 4-4 сделали, и по итогу 6-4, когда мы сдались, уже расслабились и так далее. Думаю, матч будет напористый, интересный. И матч действительно получился напористым. С самого начала игра пошла на встречных курсах. Атаки сменялись контратаками с большим изобилием голевых моментов. Первыми счет открыли хозяева площадки. Произошло это на третьей минуте. Отличился Ренат Кутлыбаев. Ближе к середине первой 20-ти минутки прокопчанин Матвей Лобзин удвоил отрыв. Оба клуба играли достаточно дисциплинированно и за весь период не заработали ни одного удаления. Чего не скажешь о заключительных отрезках. Во второй 20-ти минутке и шайбы, и нарушения посыпались как из ведра. Счет на табло перед финальным периодом составлял 6-2 в пользу Шахтера. Голами среди прокопчана отметились Яков Копков, Назар Ануфриев и дважды Захар Красников. В самом начале заключительного периода наши земляки положили в ворота Томичей еще две шайбы. Их авторы Никита Власов и Артем Маругин. Дальше ситуация поменялась в корне. Томичи включили вторую скорость и атака за атакой начали вытаскивать игру. И в итоге к концу третьего периода набросали нам 4 шайбы. Итоговый счет 8-6. Повторный матч также завершился победой Шахтера 6-3. После этих встреч прокопчане остались на втором месте. Однако об итогах сезона можно будет судить после того, как «Динамо Алтай» проведет встреча с Горняком и Локомотивом. Футбол играют не только настоящие мужчины. Добиваться высоких результатов способны и представительницы прекрасного пола. Это доказывает прокопьевская команда «Астра». Накануне наши девушки стали призерами престижного футбольного турнира, который проходил в Томске. Девичья команда «Астра-2009» существует в городе четвертый год. За это время футбольная дружина Илдара Гарифулина успела обзавестись весомой копилкой наград. Девчонки регулярно выезжают на соревнования, выигрывают, а порой успешно выступают и на мальчишеских турнирах. В сезоне 2021-2022 годов «Астра» смогла пройти все первенства, начиная от городского, заканчивая сибирским. И даже дошла до финала российского. В марте нынешнего года девчонки получили приглашение на статусный открытый мультивозрастный турнир «Томичка Кап». Нам пришло приглашение, положение, ФК «Томь», агроорганизаторы пригласили поиграть команду девушек «Большой футбол». Но так как у меня старшего возраста нету, потому что там по шестому-седьмому году играли на все поле, а одиннадцать, на одиннадцать, нам больше подходил формат «7 плюс один». Формат «7 и один» стал для прокопьевской команды своего рода новинкой. Поскольку «Астра» специализируется на мини-футболе, девочки привыкли выходить на поле в меньшем составе, играть более маленьким мячом, да еще и покрытие в мини-футболе паркетное, а не газон, как в Томске. Мы играли не первый раз на таком, мы летом еще тренируемся на этом формате, но после зимнего периода такого, то, что мы играли в зале, первую игру было достаточно сложно привыкнуть. Вот от мини-футбола там, во-первых, нужно ширину поля держать, возвращаться домой и не терять свою зону. Турнир проходил пять дней. Помимо прокопчановых, в возрастной группе играли еще три команды. Иркутский «Байкал», Томская «Дюш-17» и Новосибирская футбольная спортшкола. Согласно регламенту, первый тур проходил в круг, где каждый играл с каждым. Ток встреч, победа 7-3 с Иркутском, ничья 2-2 в матче с новосибирцами и разгром «Дюш-17» из Томска со счетом 7-0. В полуфинале хозяйки поля попытались реабилитироваться за свое поражение, но и здесь вновь сильнее оказалась «Астра», обыграв на мичек 2-1. Запомнились матчи с «Дюшкой-17». Большое пространство давали играть, конечно, много незапитых голов, но девочки опытные, хорошо было играть. В финале прокопьевские футболистки вновь встретились с командой спортшколы футбола из Новосибирска. Итогом матча стало поражение со счетом 1-3. Матч был с Новосибирском интересный, но не хватило уверенности, скорости, потому что проигрывали в скорости и тактике. По итогам всего турнира команда «Астра» заняла второе место. К слову, пока предыдущий материал был на этапе производства, подопечные Илдара Гарифулина приняли участие в региональном этапе Кузбасской школьной лиги. По ходу турнира девушки обыграли 7 команд со всей области и заняли первое место. Причем стоит сказать, что в финале шестиклассницы из «Астра» обыграли команду 9-го класса из Новокузнецка со счетом 5-0. Игра ознакомится с новым для себя видом спорта. В городе проходит регбиада. Мероприятие включает 5 этапов. На старт второго этапа вышли ученики 22 прокопьевских школ. Регби – один из самых динамично развивающихся видов спорта в нашем городе. В Прокопьевске существует целая методика по планомерной подготовке регбистов всех возрастов. Самые старшие регулярно выступают в череде соревнований, начиная от Кубка Соколова, заканчивая Федеральной регбийной лигой и первенствами России. Более младшие участвуют в Кубке Содружества и других региональных турнирах. Первыми же стартами для самых юных ежегодно становится регбиада. Самое, наверное, важное – это посмотреть очень-очень много ребятишек со всех школ города, привить ему любовь к регби, потому что регби – такой специфический вид спорта. Регбиада помогает показать, что такое регби, что такое регбийный мяч, что регби могут заниматься не только взрослые, но и маленькие дети. И одновременно мы просматриваем ребятишек, и кто желает, записываем на наши секции. Регбиада проводится 9 лет, и каждый год собирает около полутора тысяч участников с первого по пятые классы. Такая массовость – результат внедрения этого вида спорта в образовательный процесс. В ряде школ города тренеры шор номер 3 регулярно проводят дополнительные занятия по физкультуре с элементами регби. Одна из таких площадок – 72-я гимназия, которая и стала местом проведения, пожалуй, самых массовых стартов среди школьников в этом году. Мы считаем, что регби – это очень важный вид спорта, потому что занятия регби развивают у наших ребят и силу, и ловкость, и координацию, помогают работать в команде. Кроме этого, регби – это олимпийский вид спорта, и мы знаем, что наши прокопчания в этом виде спорта достигли определенных успехов, и нам очень хочется, чтобы и наши ребята достигли таких же высот. За годы существования регбиада приобрела свою уникальную форму. В зависимости от возраста участников испытания становятся сложнее. Так, например, если взрослые уже играют полноценные матчи, то у детей регбиада похожа на веселые старты с овальным мячом. У учащихся третьих классов соревнование работает по принципу муравейника. В спортивном зале расположено 10 станций, на каждой из которых предлагается выполнить упражнения. Часть из них направлены на ловкость, гибкость и силу. Часть посвящена элементам регбиной игры. За правильное выполнение каждый школьник получает фишку и как маленький муравей вносит свой вклад в общее дело. Ну, прикольно вообще это. Быстро было, и мало времени почему-то. Мне очень понравилось мероприятие. Оно было очень активное. Редми – сложная игра, потому что много человек участвует, и много станций, и можно много с чего сделать. В итоге больше всех фишек набрала команда хозяев площадки. На втором месте расположились ученики из школы номер 14. Замкнули тройку ребята из 57-го лицея. В Березовском подвели итоги всероссийских соревнований по лыжным гонкам на призы заслуженного мастера спорта Александра Бессмертных. Отличилась на статусном турнире и прокопчанка Виктория Ефимова, которая завоевала два золота в личном зачете на дистанции 5 км в классическом и свободном стилях. Кроме того, успешно выступила Вика и на областных соревнованиях Югустур, которые проходили в Междуреченске. Здесь прокопчанка выиграла золото на дистанции 3 км. Помимо Ефимовой с серебром вернулась домой Анастасия Насонова. Ее призовая дистанция 1 км. В следующем материале мы продолжим тему лыжных гонок. Расскажем о том, каким получился этот сезон для прокопчан. Лыжные гонки в Прокопьевске любят и регулярно ими занимаются. Воспитанники отделения комплексной спортшколы постоянно выступают на соревнованиях от городского до зонального уровней. Только в этом году призерами и победители среди прокопчан стали Александра Чугунова, Анастасия Насонова, Иван Тюрин и Денис Тепляков. По словам тренера отделения лыжных гонок Алексея Ефимова настоящий прорыв совершила Анна Горбанева, которая смогла пройти тяжелейший отбор на первенство России и неплохо дебютировать там. По-настоящему победной стал этот сезон для звездочки прокопьевских лыжных гонок Виктории Ефимовой, которая выиграла практически все, что можно в этом году. Как и Анна Горбанева, в январе Виктория прошла отбор на первенство России в Сыктывкар. Сезон выдался особенным в плане того, что Виктория перешла в возрастную группу 15-16 лет, а в этой возрастной группе проводится первенство России 15-16 лет. Так как Виктория у нас 2007 года, мы бегали с более старшей возрастной группой. Вся подготовка летом складывалась именно для того, чтобы показать наилучший результат на первенстве России. У меня заранее предупреждали то, что там более быстрый снег, чем у нас, в Сибири. И когда мы приехали туда и пошли кататься, было правда страшно ехать со спусков. Потому что, во-первых, ты не ожидаешь какой спуск, какой он крутизны, какие повороты, так еще и высокой скорости. Круг там очень сложный, подъемы очень крутые и тяжелые. Спуски, они быстрые, и ты элементарно даже не успеваешь отдохнуть на них. Преодолевать сложности сыктывкарского трека Виктории Ефимовой предстояло четыре раза. Дважды в индивидуальной гонке, в командной эстафете и в классическом спринте. В первых двух дисциплинах Виктория показала лучшие результаты среди всех спортсменов, которые живут и тренируются по эту сторону Урала. В командной эстафете на своем этапе Прокопчанка смогла отыграть весомое преимущество с 18-й позиции до лидерства в гонке. Классический спринт стал для нашей землячки наилучшим результатом в ее спортивной карьере. Виктория попала в пролог, заняв десятое место. Далее в четвертьфинале и в полуфинале занимала третье место и проходила далее локелузером. В итоге Виктория в финале спринта первенства России заняла пятое место. Это лучший показатель среди всех спортсменов Сибири, участвующих в первенстве страны. Завершив российский старт, Ефимова отправилась на региональные соревнования в Кемерово, где без труда забрала два золота в индивидуальных гонках. Это достижение позволило ей отобраться на первенство СФО в Ангарск. Трасса в городе Ангарске своеобразная. Там первую половину идут спуски, потом равнина, а на финиш подъем. В коньковой гонке мы не попали в смазку и, к сожалению, за первые спуски я проиграла 10 секунд, но потом у нас была длинная равнина и крутой подъем, где я смогла отыграть 10 секунд. Но, к сожалению, этого не хватило, и я проиграла полсекунды, заняв второе место. Вторая гонка у нас была классическим стилем, погодные условия были намного тяжелее, было тепло, шел мокрый снег, и буквально за 5 минут до старта мы сумели подобрать правильную мазь и решили бежать на ней. В итоге мы не прогадали, и лыжи хорошо держали, и ехали, и не тормозили. Я заняла первое место, выиграв 15 секунд до второго. Впереди у Виктории Ефимовой несколько мелких стартов и период межсезонья, который спортивный дуэт планирует посвятить череде спортивных сборов. Еще об успехах наших ребят в спортобзоре. В Новокузнецке прошел городской турнир по рукопашному бою, в котором приняли участие 93 спортсмена из городов Кузбасса. Воспитанники Шоролим завоевали одно первое, два вторых и два третьих места. Имена призеров и победителей Алексей Котельников, Александр Руденко, Никита Егоров, Ксения Саркашева и Юлия Митина подготовил спортсменов Евгений Пашкевич. В конно-спортивном клубе Ашмарина прошли соревнования по конкуру и выездке. Не остались без медалей на турнире и прокопьевские спортсменки детского конно-спортивного клуба «Русь». Кристина Смирнова первое и третье место, Маргарита Мерзликина два третьих, Ангелина Тарараева второе, Анастасия Гайсина третье место. В Кемерове прошло открытое первенство города по карате, в котором приняли участие 230 сорта представляли «Олимп» и «Юность». У последних семь первых, два вторых и одно третье место. В копилке «Олимпа» два золота и серебро. В Томске состоялось первенство Сибирского федерального округа по самбо среди юношей и девушек. На ковер вышли порядка 360 спортсменов из девяти субъектов Сибири. В итоге схваток четверо прокопчан поднимались на пьедестал почета. Полина Косачева за серебром, Дарья Мерк, Богдан Ахунов и Алина Коровина за бронзой. В Полысаеве прошел одиннадцатый традиционный турнир по мини-футболу памяти Юрия Хмельницкого. В турнире участвовали пять команд из трех городов Кузбасса, в числе которых и прокопьевский «Шахтер-7». Прокопчане по итогам заняли третье место. Лучшим игроком команды признан Владимир Кувшинов. В Кемерове прошел турнир Национальной ассоциации пауэрлифтинга «Железное братство». В соревнованиях приняли участие четверо прокопчан и все четверо стали победителями турнира. Имена медалистов Анатолий Павленко, Александр Тюленев, Дмитрий Артемов и Владимир Самойлов. Многое интересное о спортивной жизни нашего города можно найти на электронных ресурсах Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Прокопьевска. Ведомство активно развивает YouTube, YouTube и Telegram каналы, а также официальные группы ВКонтакте и Одноклассниках. Кроме того, свежие выпуски программы SportLife будут появляться в день премьеры на официальном сайте Управления. На сегодня это вся информация. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин